всем привет с вами снова рыбачий патруль значит небольшая новость теперь в наших видео отчетах будет появляться не только рыбалка на кольском полуострове как многие помнят ко мне приезжал младший брат на рыбалку ему очень это понравилось снимать видео рыбалки поэтому вот он с черного моря теперь у нас будет видео отчеты первый видео отчет он представил как он рыбачил на черном море и небольшая опятка мотора ну все вот представляю вашему вниманию новое видео за мной спиной как раз кольский залив живем рядышком тоже недалеко стоять добрый день дорогие зрители находимся мы сегодня севастополе берег черного моря город герой сегодня у нас такой выпуск будет интересный сегодня мы будем тестировать новый мотор си про 5 лошадиных сил четырехтактный вот он сзади видите будем сегодня производить первый пуск вот будем производить его на воде сразу с последующей обкаткой как что будем делать мы подробно вам покажем испытаем посмотрим что он себя представляет тогда производим заправку топлива бензин 95 плюс в том что не нужно его смешивать с маслом четырехтактного двигателя конечно так сейчас снимем капот вот он снимается одним движением удобно очень кстати подкачка тут интересно мини груша стоит уровень масла все как на машине так же моторчик может использоваться с выносным баком здесь не усвой это на канисту это на бак хватит должна быть и упругой стать по-хорошему может попробовать там чуть-чуть можно газку немножечко так нейтралка включен охлаждение идет да вот с двух часов двух струй работает тихо очень первый пуск и даже вот его не троит ничего работает нормально 13 05 ну сейчас да посмотрим инструкцию конкретно как его обкатывать все хотим сделать по инструкции потому что дилер сказал сделайте по инструкции будет жить он у вас долго сделаем мы так ну вот моторчик завелся обкатывать его нам нужно 10 часов вот первый час на двух тысячах оборотах примерно надо прокатать вот второй час работы на трех тысячах оборотах вот и периодически ему нужно давать полный газ вот и следующие восемь часов работы вот у нас книжки написано при полностью открытой заслонке дольше чем пять минут один раз вот и потом по течение 10 часов можно эксплуатировать двигатель нормальном режиме вот сейчас мы его прогреем и поедем поразить черное море поедем посмотрим что у нас там творится может даже опустим удочки половим нашу ставридку как пойдет вот прогрелся мотор что нам сейчас нужно первый час покатать где-то на половину газа как написано в инструкции вот лодочка калибре 2.90 она поедем посмотрим что у нас там в море творится бухта казачья город севастоп виталий николаевич довольный своим приобретением работает вообще обалдеть просто ну что какие ваши первые впечатления о моторе вот вот тухнуть начал на газ не реагирует? нет тихает но у него должна накрыться свеча первая вот что-то первая проблемка начинает мотор глохнуть когда ему даешь чуть газку хотим поменять свечу так как продавец сказал что вас это ожидает насчет мотор выёживаться замените ему свечу будем пробовать у нас тоже экскурсии на ПТСах катает тут не знаю кого это такая военная машина интересная плавающее транспортное средство ну что Италий Николаевич пробуем или нам не 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 а Катало топливо. Вот слегонца поток подтянули, все, совсем другая машина. Идет нормально, реагирует подружно и все хорошо. Идет, не троит, пока все хорошо. Где-то 40 минут уже прокатывается, пока нормально, все без замечаний, работает ровненько. Видимо, на обкатываемых топлива маловато, жиглеры маловато не стоят. Вот, выходим с бухты, в Черное море. Пока все хорошо. Медузки плавают, если присмотреться. Вот мы покатали чуть мотор, решили тоже половить рыбки нашей черноморской. Конечно, рыбы у нас разновидностей не так много, как на севере. Сейчас посмотрим, кого у нас Виталий Николаевич поднимает. Кто там? Вот пикша, наша черноморская. Мясо нежное, очень вкусная рыбка, жареная. Плюс у нас вот такая ставридка, вот она, вот такая вот ставрида, черноморская тоже. Ну, не крупная, но очень вкусная. Особенно вяленая. Особенно вяленая, или по-другому называется провесная. Ладно, будем ловить дальше. Эта вот ставридка, видите, бывает и такое, что на один крючок может попасться целых две рыбины сразу. Вот такая красавица у нас водится. А клюет одна за одной. Вот у нас такая снасть, пять крючков. Ну, то есть самодур. Внизу груз, опускаем. Раз взернул, она подсадилась туда. И поднимаешь сразу. Вот он где-то полчаса ловим. Вот такой уже уловчик у нас. Так бывает не всегда? Нет, у нас так всегда. Горазовая погода. Да, но если волна, то понятно. Мы не выходим так в бухте поплаваем, но там рыбы нет практически никогда. Так, что у нас там будет? Сидят уже. Тащу. Удочка три метра. Кого-то Виталий Николаевич тянет там. Конечно, не так, как в Североморске. Изгибает за три погибли. Палка. Когда-нибудь... Ну, у нас тоже прогиб есть. Вот так вот. Вот их две. Бывает и сразу пять. Бывает и шесть на пять крючков. Бывает. Вот у меня такое сегодня было. Не только что показывали тоже. Виталий Николаевич поймал морского дракона. В прошлом году он его шипом укусил. Ну, как, ужалил. Так вот, не знаю, в припадке чуть ли не бился. Чуть ли за борт не выскочил. Как больно ему было. На хвосте у него ничего нет, да? Не знаю. Вот такая красивая рыба. Очень опасная рыба. Вот у него, видите, три шипа. Это называется корона. Если он ее укусит, ужалит, то человек может даже умереть. Самая ядовитая рыба Черноморского и Средиземноморья. Так говорится. Ну, мы, наверное, отпустим, и пускай она живет. Вперед и с песней. Да? А мы будем продолжать дальше. Ага. Ну что, Итолий Николаевич, скажете по своему приобретению, первые впечатления? Ну, очень хороший агрегат. Мощный. Ну, теперь, наверное, придется лодку менять. Не ожидал. Приятный, тихо работает, мягко работает. Мощно гребет. Очень-очень хороший аппарат. Рекомендуется. Завелся нормально. Поначалу долго прогревается, мы заметили. Ну, и остывает очень долго. Да, долго ему надо поработать на подсосе, хотя бы минут 15 первых. Потом уже он идет нормально. Вот, прошли сегодня, получается, два часа ему обкатки дали. Еще осталось 7 часов. Ну, уже в таком, не в читящем режиме. Можно на нем уже и погазовать, и, в принципе, поехать нормально. Первое, главное, ему задатки дали нормальной работы, можно так сказать, по инструкции. Вот, сейчас мы хотим посмотреть, взял ли он у нас масло, за его первые часы работы. Масло уже в этом двигателе не вытекает, как говорили в старых моделях было. Мензин тоже не вытекает, боком возили, все хорошо. Масло, это идея. Вот такой моторчик. Все упаковано, все красиво сделано, нигде ничего не болтается. Отлично. Верхний уровень, все как положено. Как было, так масло досталось. Ни грамма не взял. Спалили мы у него, получается, бачок, даже полтора, можно сказать, бачка. Не полтора, а полный бачок. А, то есть полный бак один, да, получился? Ну, заправку мы делали небольшую. Мы злили полтора, а потом еще где-то пол-литра, да? Да. Вот такое все. Все красиво, все на русском. Всякие инструкции. А, мы хотели посмотреть пески, бачок. Да. Здесь, перед каждой эксплуатацией мотора, все опроводные. Ну, в проекте, выручить масло и так. А это нифига, от этого магазина печать стоит. Стоит трипник. Так что так вот. Пока все устраивает, все радует. Капот одевается одним движением. Руки. Управление очень удобное. Понравился. Передача включается четко. Без ударов, без всего. Средняя, задняя. Все. Супер. Так что, в следующий раз пойдем уже попробуем ему газу дать побольше. Все. Ну, все. До новых встреч. Будем вам слать наши обзоры. какие-нибудь, что у нас будет новое проявляться с рыбалки. Там, может, куда-нибудь поедем. Так что, теперь на Черном море будем продолжать традиции северные. Субтитры делал DimaTorzak, 实rant мне Florsky. — Да, конечно. Так! — Да.